Радиоболтком. Утро на Болткоме. Которые обладают большим количеством подписчиков, за которыми следят, за которыми смотрят, читают их записи. Вот если вдруг этот человек что-то рекламирует, вот является ли это рекламой или может быть дружеским советом или какой-то рекомендацией? И вот вообще где эта граница, вот когда ты пишешь, что ой, там ездили сегодня в Юрмалу, обедали там в таком-то, например, там посидели прекрасно на террасе. Вот является ли это запись рекламой или это просто человек поделился тем, как он провел, собственно говоря, свои выходные? Это просто электронный свой сетевой дневник. Границу между простой публикацией и рекламой, тем самым продакт-плейсментом, скрытой рекламой пытались начать проводить. Это было осенью 2019 года. Центр защиты прав потребителей, они начали программу надзора за инфлюенсерами, частными лицами с тысячами подписчиков в социальных сетях, как правило, это Инстаграм, Ютуб, Фейсбук и Твиттер. Было насчитано чуть больше десятка таких, пристальное внимание было все это время, и буквально на днях тот самый Центр защиты прав потребителей наложил штраф в размере 2500 евро. Ну, там было фактически два штрафа, тысяча и полторы. На двух инфлюенсеров, Катрину Саулет и Адриану Миглоне, за выявленные нарушения в коммерческой деятельности девушки же считают, что назначенный им штраф несоразмерный, пытаются его оспорить. Мы хотим разобраться, разобраться, поговорить на эту тему с безусловным экспертом сетевого продвижения, всего, что касается блогинга, инфлюенсеров. Майя Силова с нами, телеведучая, журналист в области моды, проект-продюсер, просто красавица. Просто доброе утро, Майя. Майя, знакома ли вам ситуация с этими девушками двумя? Нет, давайте так, что абсолютно сетевой маркетинг, это абсолютно не про меня, поэтому это, скажем так, это другая история, да, сетевой маркетинг, это абсолютно другие законы, работы, параметры, как все должно происходить. И поэтому также это должно быть упомянуто в Инстаграме, если ты этим занимаешься. Поэтому нет, но спасибо большое за добрые слова, я очень рада вас видеть. И возвращаясь к вопросу, что вы хотите узнать? Мы хотим узнать, в принципе, вот можно ли, ну, во-первых, вообще можно ли провести вот эту границу, вот доказать, ну, вот девушек, конечно, штрафовали, они говорят, ребята, вот сначала докажите, что мы что-то рекламировали. То есть, если меня сфотографировали шампунем в руке, например, я просто рассказываю о том, как я мыл сегодня утром голову, является ли это рекламой шампуни? Да, конечно, вопрос такой, извини, что я перебила, но, конечно, вопрос очень спорный. Но для этого есть наши договора, потому что мы всегда можем предъявить наши документы, да, сказать, например, я работаю по авторскому договору, да, за счет этого у меня всегда есть свои бумажки, я могу показать. Так, пожалуйста, давайте будем разбираться, да. Но иногда, ну, это бывает крайне редко, я могу сказать, ой, там, замечательный продукт, там, или еще что-то. Я не должна, в принципе, указывать, что это реклама, если я по-настоящему нахожу этот продукт интересным, хорошим, качественным и также очень хорошим для моих пользователей. Ну, а у всех ли инфлюенсеров, у всех ли блогеров есть эти договоры с рекламодателями? Или это действительно скрытая реклама, и они работают себе на карман, там, и деньги им дают в конверте и так далее? Потому что претензии-то именно в этом. Если ты позволяешь себе что-то рекламировать, будь любезен... Плати налоги. Платить налоги, да, ну, грубо говоря. Да, я здесь согласна, абсолютно, да. Но налоги и наш любимый ТАЦ, это абсолютно две разные истории, да. Я думаю, что девушки платили налоги, да. И я не знаю, конечно, я так думаю. А то, что связано уже с этой институцией, конечно, там уже другой разговор, да, потому что... Какой? Ну, реклама не так сложная. Если это реклама, или Тавербут, Садарбейба, да, или Тавербут, Реклама, Садраудзейба. Ну, какая-то форма, да, которую ты можешь применить, чтобы, да, обозначить, что ты рекламируешь какой-то продукт. Тем более, что сейчас такой закон. Другой вопрос, конечно, девочки не наркобароны какие-то, да, что какая-то такая сейчас огромная шумиха. Это такой, ну, житейский вопрос, да. Это не уголовка. И за счет этого они, в принципе, должны это решить. Это административное наказание какое-то, да, почему нет. Но в любом случае, конечно, немного жаль девочек. У меня сразу возникает вопрос, вот, философский, когда говорят, вот, что такое куча. Вот мы кладем камень, один, второй, третий, вот с какого момента это куча. С какого момента человека называют инфлюенсером? То есть вот сколько, где вот эта грань между простым, совершенно абсолютно рядовым, ну, вот из соцсетей человеком и вот то, что мы называем инфлюенсером? Слава богу, сейчас уже 21 век. За счет этого можно использовать различные инструменты в интернете. Вы можете даже лично находить какие-то сайты и посмотреть, какой, например, engagement rate у определенного человека. То есть какая популярность у него среди своих подписчиков, да. Сколько его человек комментирует, сколько он получает impressions, да. То есть сколько людей вообще откликаются на его публикации. То есть сегодня это не так сложно сделать. И также есть различные конкурсы, награды. И также выявляются самые лучшие и топовые инфлюенсеры. Я даже хотела бы сказать, что это лидеры мнения. Видишь, как тоже история такая. У меня это другая абсолютная история. Потому что я работаю в журналистике, телеведущей 17 лет. 17 лет на минуточку. Поэтому сказать, что я только блогер, конечно, нет. Сказать, что я только инфлюенсер, конечно, нет. Это уже все пришло после того, когда у меня уже был этот огромный интересный багаж. И поэтому вот в этом мой кайф такой личный. Почему у меня вообще этот Инстаграм и почему я этим занимаюсь. Потому что мне интересно встретить своего зрителя тогда, когда он был. И сейчас мы встречаемся в Инстаграме. Это классно. Мы обмениваемся своими впечатлениями. Также огромное количество, ну не огромное, но приятное количество комментариев, которые я получаю и на которые также я отвечаю под своими постами. Поэтому это здорово. Ну, поэтому мы и обратились, потому что точно знаем, что вы находитесь где-то между нашей профессией и теми ребятами, о которых сейчас идет речь. Хочу заметить, да, вот Майя сказала, ой, сетевой маркетинг вообще не про меня. И тут пошли специальные термины. Конечно, верим, верим. Нет, честно, ребята, чтобы все понимали, сетевой маркетинг – это когда ты продаешь определенные продукты, да, то есть ты продаешь там протеин какой-то, витамины, еще что-то. И когда у тебя есть система определенная людей, которые под тобой, и которые также занимаются и продают те же продукты, да, то есть ты создаешь систему. Я систему не создаю. Я только такую душевную и, может быть, такую эмоциональную, если только в этом плане, кстати. Ну, вот есть такой тоже, опять-таки, философский вопрос, когда, ну, условно говоря, там, мужчина пробует ночь с женщиной и платит ей деньги, это считается, ну, вот, проституцией. Когда он ей просто говорит, сделай себе, делает подарок, вроде бы это просто ухажер-любовник. Но когда он ей дает деньги и говорит, купи себе подарок, вот это какая-то промежуточная стадия. Вот примерно то же самое происходит вот с рекламой. Я говорю просто вот про рекламу. То есть, с одной стороны, здесь понятно, вот я заключаю договор, я рекламирую, ну, условный я, какой-то продукт, или же я просто вот рассказываю все время про ресторанчик, ну, своих друзей, где меня периодически кормят. Ну, бесплатно, потому что, может быть, потому что мы друзья, может быть, потому что у меня, мои посты постоянно читают, вот, и люди приходят туда вот, потому что я все время рассказываю, как там вкусно. Может, потому что просто ты ресторанный критик? Да. Вот где вот эта граница все равно? Пока я не забыла то, что я хочу сказать. Конечно, если тебе дают кружку чая, кофе в своем любимом ресторане, и этот ресторан при этом от твоего друга, и ты потом пишешь, знаете, классный ресторан, все классно, потому что тебе в настоящем нравится. Я не думаю, что тебе надо обязательно писать рекламу. Ну, по крайней мере, так у нас в законе не прописано, да. Но на самом деле то, что ты подметил абсолютно правильно, если есть какой-то документ, который подтверждает то, что у тебя какое-то сотрудничество, все, нет вопросов. И также топ-инфлюенсеры работают только так, и никак по-другому. У них есть этот документ, у них есть этот договор. Поэтому, например, в моем случае, это авторский договор у кого-то, это микроус, не ммлэйгумс, да. Поэтому не об этом история, да. История по-настоящему тогда, когда люди хотят обмануть и сказать, нет, а мы не должны ничего, да. То есть, ну, я не знаю в контексте этих девушек, да, потому что я не думаю, что они кого-то хотели очень сильно обмануть. Я не буду их сейчас защищать, но и также и не надеетесь, не буду на них набрасывать. А мы вообще надеемся не на это. Мы надеемся получить ответ на два простых вопроса. Как стать топ-инфлюенсером? Тут появился третий вопрос. Как стать топ-инфлюенсером? Сколько на этом можно заработать? И на самом деле серьезный вопрос, учитывая происходящий последний год вокруг нас, экономическую ситуацию, пандемийные ограничения, что стало с рекламными заказами? Стало ли их больше, стали ли они какие-то специфическими? Или стало ли их меньше? Вот, знаешь, все очень по-разному, и у всех по-разному. Поэтому, например, если мы говорим, как стать инфлюенсером, ну, вот честно, я не знаю, как им стать. Переходим к следующему вопросу. Сколько денег? Майя, сколько денег? Сколько денег, да? Так, про деньги и религию, да, нет-нет, да. Но на самом деле, если ты работаешь, и работаешь каждый день, тогда, конечно, ты можешь заработать, да, что-то в этой профессии. Но я думаю, так как у нас очень маленький рынок, там нет никаких огромных финансов, да, о которых мы там могли бы говорить. Пандемия, наверное, эту среду не очень так сильно зацепила, да, потому что, ну да, ну, кстати, зацепила в том плане, что нет инфу-повода. Понимаешь, были какие-то там мероприятия, концерты, ничего что-то, да. Можно было опять-таки это все обыгрывать, делать интереснее, может быть, свой контент. Но сейчас мы зато нашли другой способ, да, какие-то такие новые там грани открывать для себя, да, именно Инстаграм, и не только ставить фотографии с мероприятия, а, может быть, уже там больше думать о том, что ты хочешь еще сказать своему там читателю, зрителю и так далее. – Появились ли какие-то специфические заказы? Я не знаю, связанные, ну, сейчас, то есть, так это мудро, что называется по-латыжски, связанные с доставкой продуктов, например. Просто мы недавно общались с представителем продовольственного ветеринарной службы, и он рассказывал о том, что стало значительно больше проверок в тех же самых ресторанах и кафе, но они связаны были с курьерами еды. То есть, ну, вот, то, о чем я говорю, какая-то специфика привнесена была этим коронавирусом. Специфические заказы были? – Замечательный пример, Саша, к настоящему, это очень хороший пример, ты сказал, и я сразу вспомнила, что, конечно, сейчас очень активны аптеки. – Аптеки? – Но я должна сказать, что аптеки – это один из тех заказчиков, которые всегда, ну, тоже не могу сказать всегда, потому что я не с таким огромным количеством, может быть, представителей общалась, да, и пиар-агентств, но они как-то очень преподносят тему лояльно, и они не хотят такого жесткого маркетинга, да. Ну, мы уже взрослые люди, мы понимаем, что иногда бывает такие, такой заказчик, да, который там говорит, так, 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 так. – И вот, может быть, я глупо поступаю, но с такими людьми мне очень сложно работать, и я тогда решаю, нет, ну, это вот того не стоит. Зачем я работала столько лет, да, чтобы потом кто-то мне говорил, как вот мне ставить эту рекламу, да. Поэтому, нет, я люблю интегрировать какие-то вещи, я люблю играться с ними, прочувствовать, и если мне нравится этот продукт, да, если по-настоящему я считаю, что это то, за что мне не будет стыдно перед своей аудиторией, тогда, конечно, да, я соглашаюсь. Ну, да, аптеки такие более активные стали в последнее время, отвечая на ваш вопрос. – Но они же консервативны наверняка, аптеки. Ну, сфера деятельности такая, предполагает. – Нет, я не сталкивалась с такими, например, заказчиками, которые мне так сказали бы так, 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 так и так. Ну, вот это мой личный опыт. Может быть, у кого-то есть какой-то другой опыт. – А не может ли инфлюенсер потерять, наоборот, аудиторию, если вдруг она начинает, ну, чувствовать, что у него абсолютно идет голая реклама? Ну, то есть вот он начинает просто, вот я с таким шампунем, вот я в аптеке, вот я в ресторане. – Конечно, конечно, определенно. Поэтому ни в коем случае это так не должно быть, да, в Инстаграме. Но, тем не менее, я должна сказать так же, как и в вашей передаче, или, например, там каких-то других передач не существовало бы без рекламы. Так же и Инстаграм. Люди тратят свое время, чтобы создавать контент, чтобы создавать эту картинку, чтобы также писать какие-то интересные, классные тексты, которые, опять-таки, дают какие-то эмоции людям и обратную связь. И я могу сказать даже по себе. Я смотрю, открываю Инстаграм, листаю, нахожу. О, классно, здорово там, какое-то новое место. Сейчас это не особо актуально, да, новые рестораны, но там какое-то актуальное место, не знаю, какой-то там фильм посмотреть, какую-то книгу, какой-то шампунь купить, какой-то лак для волос или губную помаду. Да, это, вроде бы, тоже такой житейский вопрос, но он необходим в повседневной жизни, ну, по крайней мере, девочкам, да. И тебе не надо тратить такое огромное количество времени, да, там где-то смотреть, может быть, в других источниках. Ты сразу видишь уже, и ты же подписан тоже на тех людей, кому-то доверяешь. И, то есть, это тоже такая экономия времени. Ты видишь, да, что этот человек это советует. Я, например, верю людям, да, тем, кому я уже верю, да. Но не всем, не всем. И поэтому я вот не смотрю, о, у него реклама и у нее. Нет, вот я свой драгоценный бриллиантовый лайк не буду ставить, потому что там написано, там реклама, или я вижу, что там какая-то баночка. Но это не про меня, вообще не про меня история. Я достаточно щедрый человек, и щедрую также на лайки. И явно не вредный. Майя, есть такой вопрос. Как вообще система работает? Точнее, работает ли она в обе стороны? Рекламодатели обращаются к популярному человеку, или популярный человек идет, например, по городу, видит, о, новое место, новое кафе, ресторан, новый шампунь, лап, что там, еще какие примеры прозвучали. Я хочу это рекламировать, или я хочу себя с этим связать. И обязательно ли работает такое определенное профессиональное искривление, я хочу это делать только за деньги, или по доброте душевной просто, о, да, я вот шел мимо, там какой-то у меня позитивный опыт, запилю ли я какую-то там фотку с подписью, и это будет абсолютно бесплатно. Саша, я думаю, что в этой жизни ты уже понял, и также, Олег, что в жизни может быть все. Конечно, бывают такие-таки варианты, да? Главное, это универсальный ответ, Майя, на любой вопрос. Ну, вот, например, следующее, что я хотел спросить, Майя, что насчет ТикТока, есть ли опыт? Я уже прям предвижу. Знаешь, Саша, знаешь, Олег, в жизни бывает всякое. Нет, ну, честно, потому что мы говорили тоже с девочками, которые в этой сфере, да, и они говорят, да, что иногда, если им нравится какой-то бренд, они пишут или пытаются какие-то координаты найти пиар-агентств, но у меня, например, какие-то вещи проистекают по-другому. Но я думаю, в основном все равно база – это заказчик обращается к инфлюенсеру. Я хотела сказать к лидеру мнения, потому что инфлюенсер – это, знаете, такое слово своеобразное, да? Ну, инфлюенсер – это инфлюенсер, да? И поэтому в основном, конечно, заказчик. Конечно, да, потому что мы и так достаточно заняты, и у нас же не только Инстаграм, да, поэтому пишут письма нам, пишут весточки, говорят вот так, такая-такая история. И тогда мы говорим, о, да, нам это подходит, или о, нет, это не про нас. Так что насчет ТикТока, Майя, все-таки? Новая платформа? Ну, новая платформа, новые какие-то возможности? Ой, нет, 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 я еще сравнительно недавно в Инстаграме, потому что я помню, я ездила на Магридскую неделю моды, и это было, ну, это было давно, правда, это было, наверное, лет 7 назад, или сколько, уже не помню, но для всех было огромное удивление, и для журналистов, и для организаторов, что у меня нет Инстаграма. И, конечно, все начали меня как-то мотивировать, мотивировать, я поняла, почему, по-настоящему, если и люди у меня здесь спрашивали, ну, давай уже, ну, надо Инстаграм твой. Ну, почему нет? И как-то так все, да, закрутилось, завертелось. Но я думаю, конечно, не зарекайся, вот это прям вот нельзя, нельзя надо по губам, по губам себя, да, потому что как только скажешь, что ты что-то не будешь делать, определенно ты это сделаешь. Но с ТикТоком, у меня нет никаких претензий к ТикТоку, просто пока я себя не вижу в этой нише, вот и все. Итак, я коротко ответила на ваш вопрос, коротко. Очень-очень коротко. У нас, кстати, уже, да, нам показывалось, что... Ай, и нам уже... Майя, к сожалению, нам пора завязывать. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Рады были видеть и слышать. Майя Силова, телеведущая журналист в области моды, проект-продюсер была с нами. Мы поговорили о блогерах, инфлюенсерах, лидерах мнений и о прочих подобных вещах. Приятно пообщались. Надеюсь, вам было тоже интересно нас послушать. Конечно же, на портале MixNews.lv потом появится публикация, посвященная вот этому скандалу с девушками-инфлюенсерами и штраф, который на них наложили, и вот то, что Майя Силова нам прокомментировала в этой связи. А программа Радио Болтком, тем не менее, продолжается совершенно другими вещами. Мы прощаемся. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова